Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Арстайл. В моих руках неожиданно HTC U11. Целое одиннадцатое поколение смартфонов, как называет его HTC. Смартфон получился необычно интересным, со своими косяками, конечно, но в целом меня он удивил, потому что, ну не секрет, все мы знаем, что дела у компании не очень хорошо и то, чем мы, ну большинство из нас восхищались. HTC One, M7, M8, вот эти две модели, они были, ну они были очень необычные, у них был отличный стереозвук, отличный дизайн и очень многие любили эти телефоны. Потом что-то было не так, но не будем рассуждать об этом, сосредоточимся на том, что HTC нам предлагает сейчас. Предлагает она сейчас нам настоящий флагман, практически бескомпромиссный. Единственное, может быть, чего здесь не хватает, это беспроводной зарядки, но все остальное, что должно быть современным флагмане здесь есть. Обзор снимаем в июле 2017 года, в самом начале, и смартфон оснащен процессором топовым, на данный момент Snapdragon 835. По памяти есть два варианта смартфона, либо 64 памяти встроенной и 4 гига оперативки, либо 128 гигабайт встроенной памяти и уже 6 гигабайт оперативки. Видеопроцессор Adreno 540 и расширить память можно с помощью совмещенного слота, то есть либо две сим-карты, как обычно в современных телефонах, либо вместо второй карту памяти до двух терабайт. Смартфон, на самом деле, большой. Если попридираться, то, конечно, подбородок снизу можно было бы сделать меньше. Экран притом стандартный, например, корейцы в этом году делают уже два к одному фактически, и он здесь пять с половиной дюймов. Разрешение здесь, конечно же, по современным меркам абсолютно нормально, это Quad HD, это более 500 пикселей на дюйм, этого вполне хватает. Но рамочки можно, конечно, было сделать потоньше, и с боков, и особенно сверху. Ну, придираться не будем, но все-таки, знаете, если HTC делает, а фирма известная, еще раз скажу своими One первыми, они просто покорили многие сердца, очень многих людей, то можно было сделать максимально классно. Ну да ладно, по экрану вопросов вообще никаких нет. Это IPS-матрица, HTC ее называет, соответственно, Super LCD 5, и она шикарная. Настоящая флагманская, без компромиссов. Качество, по-простому сказать, офигенное. Как бы я не пытался, на каком ярком свете не смотрел, эффект один, наслаждение от телефона. Отметить стоит, конечно же, очень интересную фичу. Это боковые грани, они сенсорные, то есть нажатие на них, либо короткое, либо длительное, запускает выбранное нами приложение. Например, короткое запускает фонарик. Силу нажатия также можно настроить, разумеется. Длительное запускает камеру. Это, разумеется, дело можно отключить, кому нравится, кому нет. Я не скажу, что это какой-то прорыв, потому что то же самое можно было завязать, например, на одну кнопку, как делал раньше Honor и Samsung сейчас делает, но заслуживает внимания. Молодцы HTC. Единственное, по кнопкам еще что отмечу, в среднюю кнопку, которая физическая, сенсорная, то есть сенсорная кнопка, нажимаем, выходим на рабочий стол, в нее также строен сканер отпечатка пальцев. Работает очень быстро, а вот что не очень понравилось, это кнопки управления. Как видите, кнопка назад и кнопка список последних приложений. К сожалению, местами их не поменять, не всем это понравится. Я, например, привык, что кнопку назад можно сделать под большой палец правой руки, но кто-то и внимания не обратит. По кнопкам по управлению все более-менее стандартно. С правой стороны кнопка включения, кнопки громкости и больше на смартфоне никаких кнопок нет. С левой стороны у нас все чисто, сверху лоточек и дополнительный микрофон. Всего здесь четыре микрофона, это нужно для качественной записи, для записи вокруг, очень удобно. И они же работают как шумоподавление, в шумном месте, например, слышно очень хорошо. Динамика здесь два, динамик один снизу и второй динамик у нас как разговорный. То есть здесь на сайте HTC написано вот в этом динамике, который используется как разговорный, как второй для стереоэффекта. Высокие и средние частоты здесь низкие, но немножко я расстроился. Нет, конечно же, стереоэффект это всегда лучше, чем моно, разумеется. Но то, что было в HTC One M7 и особенно в M8, я прекрасно это помню. М8 у меня был три месяца назад еще. Я знаю этот телефон хорошо. Там это как будто у вас просто какой-то бумбокс, колонка в кармане, в руках. Здесь тоже классно, но это шаг назад. Чтобы фирма HTC не говорила, что это эволюция и так далее, нет. Места много и хотелось бы видеть нормальные стереоэффекты, увы. Но еще раз, лучше пусть так, чем просто один дурацкий динамик на боку, который в таком дорогом телефоне вы гарантированно практически всегда закрываете. И по аккумулятору. Конечно же, в современном флагмане очень часто это просто беда. Здесь, как ни странно, несмотря на то, что разрешение Quad HD и экран достаточно яркий IPS, здесь аккумулятор емкостью 3000 мА. И меня аккумулятор удивил. Во-первых, если мы говорим о воспроизведении видео на максимальной яркости в режиме самолета, то получился достаточно неплохой результат. 6 часов 45 минут. Но это одно. В живом использовании я телефоном пользовался. Я его особо не берег. Запускал даже игры, камеру. И он уверенно держит световой день. Меня это удивило. Это, скорее всего, очень хорошо поработали инженеры HTC. Сделали хорошую оптимизацию. Потому что для такого экрана 3000 мА это немного. Но живет реально хорошо. Заряд тратит достаточно умеренно. Ну и никуда не делся. Режим экстремального максимального энергосбережения, он так называется в HTC, превышается. Телефон просто практически черно-белый. Все лишнее выключается. Тоже может быть удобно, если вы вдалеке от розетки. То есть по батарее, учитывая этот аккумулятор, зачет. Молодцы. Еще раз отмечу. Здесь есть практически все. Если мы говорим о камерах, то вот впервые во флагманах, она стала по-настоящему флагманской. Не секрет, что HTC снимали, у них были ультрапиксели, 4 ультрапикселя. Отлично помню. Не так хорошо, как конкуренты. Сейчас же HTC выстрелила. И качество фотографии, оно такое приятное, ламповое. Если вы понимаете, о чем я говорю, проще посмотреть, например, о фотографии. Качество картинки практически всегда очень хорошее. Притом на ручных настройках есть, разумеется, еще настройки профессиональные. HTC в этот раз смогли. Реально смогли. И картинка такое чувство, что снимаешь просто на хороший дорогой фотоаппарат. Очень цвета хорошие, очень сложно описать это, нужно видеть. Пример оригиналов, ссылка под этим видео здесь на YouTube. Камера, разумеется, с оптической стабилизацией. Камера способна записывать видео в 4К. Есть эффекты замедления. Чего тут только нет. То есть настоящая флагманская бескомпромиссная камера. Еще, что не понравилось лично мне. Я понимаю, кто-то и внимание, возможно, не обратит. Но тренд такой нехороший. Отказываться от разъема наушников 3,5 мм. HTC тоже отказались. В комплект положили переходник. И в комплект положили достаточно неплохие наушники с активным шумоподавлением. Шумоподавление это работает не так и классно, как хотелось бы. Но все-таки есть. Но сами наушники, конечно, зачет. Реально я восхищен. Реально. Вот наушники комплектные, играют настолько хорошо. Единственное, я им дам не 10 баллов из 10, а где-то 8,5-9. Потому что, на мой взгляд, слишком высокие частоты немножко подзадраны. Но все равно, ваша музыка будет звучать у вас просто эталонно. Там есть эффект сонара, то есть наушники автоматически настраиваются. Очень сложно описать технологию, но они настраиваются под ваше ухо, под ваши уши. И в зависимости от этого дают качественный звук. Что касается через переходник наушники, то все не так хорошо. И тут уже я не буду хвалить. Короче, не буду хвалить, потому что тот же M8 звучал лучше через обычные наушники. Одни и те же. Здесь, получается, через переходник как-то слишком много цифры. Напоминает звучание Apple и Samsung. Если вы меломан или к ним относитесь, меня поймете. Вот с наушниками комплектными полный зачет. Через переходник уже не то. Ладно, рассказываю я про него много. И самое важное по внешнему виду еще отмечу. Что нравится и что не нравится. С одной стороны, смартфон, сейчас они практически все одинаковые и не секрет друг на друга похожи. Единственное, корейцы выделились в этом году. Так вот, по мне так дизайн неплохой. Ничего лишнего, какой-то минимализм, все классно. Они говорят, что здесь реально стекло специальное, которое очень сложное в обработке, многослойное. Оно классное и оно написано на сайте HTC, что меняет в зависимости от освещения свой цвет. Я этого не заметил. У меня темная модель, она черная, но такой цвет немножко даже изумрудом отдает. Я этого эффекта не заметил, но реально все равно телефон смотрится классно. Единственный минус это то, что он собирает достаточно агрессивные отпечатки и то, что телефон достаточно скользкий. И с боков и здесь. Притом, это очень странно писать ощущения. Если вы будете в магазине, если подумаете, купите или нет такой телефон, возьмите его в руки и посмотрите сами. Потому что вот когда его вот так вот держишь, он как будто к пальцам прилипает и не соскальзывает. Но когда ты первый раз его берешь, некая скользкость присутствует. И даже если вы положили его на какую-то ровную поверхность, он с нее, зараза, просто-напросто может съехать с небольшим уклоном, где другой телефон будет лежать уверенно. HTC об этом, похоже, прекрасно знает, потому что в комплект положили бампер, который не скользкий. Но это, по большому счету, придирки. Он не единственный такой скользкий на рынке, но все-таки хотелось бы, чтобы он был более ухватистый, скажем так. По производительности, я уже отмечал, результаты тестов вы видите на экране, они достаточно высокие. И даже смысла игры вам показывать нет. Единственное, я отмечу, что танки, разумеется, на 60 фпс четко держат. Но это 835, вам хватит этого на несколько лет вперед. По менюшке еще очень важно отметить то, что здесь уже практически ничего не осталось от HTC Sense. Да, это HTC Sense, но она теперь вообще очень сильно похожа на Android 7, а аппарат работает, разумеется, на Android 7. На Android 7, седьмой от Google. Кое-где, да, отличается Blink Fit, например, экран. Кое-где в настройках можно найти хорошо знакомые тем, кто пользуется HTC, какие-то вещи, например, скриншот тремя пальцами и так далее. Но в целом они ее полностью переработали и сделали очень сильно похожий на стандартный Android. Наверное, это хорошо, но некая ностальгия есть. HTC все-таки своим сенсом очень сильно выделялась. Если подводить итоги. Телефон однозначно получился не таким дорогим, как его собратья и это со стороны HTC правильно. Нужно как-то заново завоевывать рынок. Получился действительно с очень качественным дисплеем, с отличным звуком в наушниках, в наушниках через наушники стандартные. С интересной фишкой, которая может быть не столь и нужна, но все-таки это интересно. И фонарик, или камеру, или другое приложение через нее включить достаточно удобно. С кучей всяких наворотов. Напомню, четыре микрофона, например. Много всего. Качество фото бескомпромиссное и очень хорошее. По большому счету, если придираться, то минусов в нем только два. Это то, что он достаточно маркий и реально его приходится часто протирать. И то, что он достаточно скользкий. В остальном, это настоящий флагман без каких-то подводных камней. Я даже, честно говоря, не ожидал. Думал, что HTC все. А тут, пожалуйста, настоящий бренд. Пожелаем дружной HTC удачи. Пусть будет конкуренцией больше. Чем больше конкуренции, тем больше нам пользователей фишек и плюшек. Тем более ожесточенная борьба между брендами и они стараются делать лучше, 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 более доступной, более интересной и так далее. Думаю, объяснять это не нужно. А я же, как всегда, желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо.